Всем привет! Сегодня, я думаю, будет очень интересный влог. Обязательно досмотрите его до конца. Помните, вы хотели, чтобы я вам снял один день со своей жизни. Так вот, сегодня будет этот день. Я еду к родителям, также еду к своим кумовьям. Если бы я вам снимал обычный день, я думаю, он бы вам вообще не понравился, потому что, наверное, вы думаете, что я встаю, принимаю душ из денег, потом лечу куда-то на острова, катаюсь на яхте, достаю ноутбук, даю сигналы, потом лечу в самый дорогой ресторан. Нет, ребята, я сплю до обеда, просыпаюсь перед сигналами, кушаю, сигналю и целый день сижу за ноутбуком, потом ложусь спать. И так вот я провел весь сентябрь. Понятное дело, что люди видят картинку и не знают, что за этим стоит. Я очень много работаю, чтобы достигать таких результатов. Видите, вот, непобритый такой, заросший, мне там люди пишут, хейтеры пишут, сходи уже, наконец-то, побрейся ты, миллионер. Да, у меня нету времени сходить, постричься, побриться. Я, блин, все время сижу за ноутбуком, бывает, по 20 часов могу просидеть за ноутом. Очень много я сейчас провожу времени за написанием статей, за обучением, за написанием своей книги, за видосами, за сигналами, за монтажом. Блин, народ, это уйма времени. Но знаете, в чем прикол? Вот, да, я сейчас много работаю, ну, я как бы не занимаюсь работой, я занимаюсь любовью. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я просто кайфую от процесса, когда я погружаюсь в торговлю, в написание статьи или в монтаж видео, что-то там выискиваю. Я просто этим живу. Мне даже это круче, чем где-то, блин, не знаю, лежать просто на островах, на Мальдивах и пялиться в океан. Я уже это повторял. Я этим живу. Вот почему мне это приносит удовольствие, я много трачу на это времени и, понятное дело, вот такой вот результат. Так что найдите то, что вы любите, занимайтесь им. И вам никогда в жизни не придется работать. Вот и все. Вот после сигналов, бывает, покушаю, сяду за ноут и сижу, наверное, где-то до 7 утра. До 7 утра, вот представляете, только потом ложусь спать. Потому что я уже говорил даже на своих конференциях, что самое продуктивное время для меня – это ночь. Тогда очень хорошо писать статьи, писать обучение, писать книгу, монтировать видео, потому что вот тишина, мне никто не мешает, и тогда ко мне приходят очень крутые идеи. Так, на завтрак у меня яйца, видите? По-простому все. Помидорки, яйца, банан. Ну, правда, с долларами, с евро. Или вы думаете, что я тут с утра лобстеры уже ем? Так, любимая собирается, красится. Смотрите, какую тему подогнал. Привет! Трехитка, это по-русски крошка. Крошка моя, я по тебе скучаю. А что эти лампы не горят? О, вот это тема. Тоже себе такое место куплю. Так, любимая купила подарки. Домой. Что это такое? Скатерть. Скатерть. Да, моя мама любит практичные подарки. Конфеты какой-то, коврик. Вот это правильно. Она безумно не любит, если я ей дарю цветы. Да, какие-то бесполезные вещи, которые завьянут. О, это малому мы купили игрушку. Вот такая вот тачка. Блин, знаете, в детстве я очень мечтал о машине на управлении. Я видел ребят, у кого есть такая тачка. Блин, как я им завидовал. Тогда мало кто мог позволить в то время себе такие игрушки. У меня был какой-то сраный конструктор. А здесь машинка на управлении, которой ты не касаешься, сама ездит. Блин. Это было каким-то космосом для меня тогда. Все, едем домой на машине. На Uber едем. В осень. Немного сыра, хлеба и колбасы. Так, на чем мы поедем домой? На яхте? На машине? На поезде? Смотрите, какая красавица. Смотрите, какая красавица. Все, короче, приземлились. Приземлились в каком-то поле. Я думал, будет типа цивильно, какой-то аэропорт будет. А бывало тогда, что лопасти отрываются и всех режут? Термокурис, да. Очень редкий случай. Так низко, блин, они могут порезать кого-то. Кого? Двухметрового боксера. Если подпрыгнуть. Если подпрыгнуть, то это двухметрового боксера. Здорово. Здорово. Привет. Привет. Двой дядя Тилет. Привет. Привет. Итак, мы приземлились. Я встретил Кума. Скинул ему координаты. Вот он приехал на точку. На машине. Сели мы в каком-то поле. Везде грязь, болото. Сейчас вам немного расскажу о вертолете. Что я узнал. Итак, стоит такой вертолет полмиллиона долларов. Новый. Вот так вот здесь в кабине. Не слишком много места. Час стоит вместе с пилотом, вместе с топливом 270 долларов. То есть за 100 часов я заплачу 27 тысяч. 27 тысяч долларов. Это у меня будет он обходиться в год. И обслуживание до 5 тысяч долларов в год. То есть купил за полляма вертолет. И еще 40 тысяч баксов мне на год, чтобы на нем полетать. Ну что, пишите в комментах. Купить мне такой? А то вы мне Бентли, Бентли. Вот это покруче, чем Бентли. Летели мы на высоте 100 метров. Поднимается до 5 километров. И скорость у нас была где-то 200 километров в час. Блин, классная штука. Это уже по-миллионерски. Так, сейчас ребята покатаются вокруг города. А мы их здесь подождем. Так, что еще я забыл сказать? Еще забыл сказать, сколько учиться. Учиться 3 месяца. Обучение 5 тысяч долларов, если у вас есть свой вертолет. А если у вас нету своего вертолета, 30 тысяч долларов. И вы получаете лицензию. Короче, мне так понравилось. Что будет скоро быть Мерсовой. Я задумался, да, что нужно брать вертолет. В Москву еще будем летать. Наверное, в Москву дорого. И надо дозаправку. Для вертолета очень важна видимость. А все остальное пилот сказал, не важно. Печка есть, кондиционер есть. Скорость ветра должна быть до 25 метров в секунду. И, в принципе, можно летать. Так, приехали мы. Да, я опускаю пузырики. Я опускаю пузыри. Спецэффекты. Смотри, их снимай. Шестненький. Вови, вови. Вови пузыр. Так, кстати, машинка не работает. Заряжаем. Батарейки есть. Вот подстава. Всегда проверяйте в магазине. Пузыри и киндеры. Ну какой хорошенький. Ну пульчиколот. Это Тема. Это Вова. Вова, скажи привет. Скажи привет подписчикам. Привет. Ну скажи всем привет. Смотрим, что у нас в киндере попалось. Что-то такое. Киндер в киндере. С шариками, да? Да. Сейчас мне нравятся киндеры тем, что у них уже нету игрушек. Которые надо собрать. Которые нужно собрать, да, вот там целиком вот. Ну или нужно собрать там с двух частей, как здесь вот. Вот это. Смурфик. Да? Смурфик. И надо прилипить ему ноги. Ну смурфик на подставке. Вот и все. Вот и вся сборка. Я сам люблю киндеры. Сам себе покупаю очень часто. И сам ими играюсь. Я тебе покупаю очень часто. Ну да. Он катается. А, этот катается. Отлетел. Так, машину починил. Проблема была в батарейках. Смотрите, здесь колеса с шипами. Она может по лужам гонять, на бордюр заезжать. Смотрите, здесь колеса с шипами. О, еще мотоцикл есть у тебя, да? А ну давай, через... Газуй. Во. Ого, красавчик. Так, что я тебе скажу? Здесь вертолетная площадка. Здесь бассейн. Вот здесь. Как раз тут водичка есть. Там дальше делаем взлетку. Блин. Есть. Пушка. Так, шашлычок мутится. Давай. О, не, не надо. Пойдет, пойдет. Ну да, полезно. Для желудка. Да, для желудка. Самое оно. Я уже вижу эти комментарии. Ой, вы неправильно делаете шашлык. Неправильно мясо нанизали. Неправильные угли. Кто такой мангал берет? Ну что ты, передай лайк подписчикам. Ну вот мы и приехали ко мне домой. Вот мой двор. Ну что вам здесь показать? Все как обычно. Болото. Я вот в Луи Виттонах. Ну зачем? А мне потом их мыть. В принципе, вы знаете нашу местность. Я думаю, у всех дворах так же. Вот мусорник. Дома. Двор. Вот пивнушка рядом. Магазинчик какой-то. Блин, я уже здесь не был два года. Клумбы, подъезды. Вот беседочки, где раньше все бухали. Вот, видите, винишко уже какое-то. Так, любимая снимает влог. Подписывайтесь на канал. А на ворс, да, подпишитесь, пожалуйста. Ссылочку оставлю в описании. Вот это мое солнышко. Здравствуйте. 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 Да ладно. Боже, все с камерами. Влогеры? Что влогеры? Мы уже не видели. Родевайся. Моей маме не нравится моя оборота. Так, я уже здесь давно не был. О, шкаф сделали новый. Блин, у нас тут стоял нормальный серван, знаете? Так, вот моя комната. Ковер на стене. Правда, уже здесь все по-другому, блин. Вон мой рабочий стол. Карта. Что у меня есть в тумбочке? О, еще все старое осталось. Смотрите, я занимался рэпом. Вот поп-фильтр. С колготок я делал. Пяльца и колготки. Так, мой старый. Ну, блин, петарды остались. О, вот мышка за 200 рублей. Тут уже какая-то херня. Тут уже моего ничего нету. Хотя есть, вот. Старые тетрадки мои. Мой дневник школьный. Вот, смотрите. Еще он пустой. Так, вот тетрадки. По языку. Вот, по математике. Да, и математику сдал на отлично. Ой, что-то здесь не то. Так, вы этого не видели. Физика. Физику, кстати, я тоже нормально сдал. Я сам учился. Ничего не покупал, не было связей. Всего добивался сам. Остались мои работы с художественной школой? А где они? А где они? А где там? Хотел посмотреть свои работы с художественной школы. Только тут они какие-то очень древние. О, вот моя мама в молодости. Рыба какая-то. Блин, здесь шестой класс работы. Вы не думайте, я круто рисовал. Тут показывать особо нечего. Это мама? Да. Ну вот, типа такие работы. Так это и есть красивые работы. Блин, мам, тут шестой класс. Уже посерьезнее. Да нет нормальных. А где нормальные работы? Нормальные? Это что, не нормальные? Это не нормальные. Это нормальные? Там написано, сколько тут уроков. Дивись. Сейчас подписано. Так, Тарас, 14 лет. 14 лет. Я нормально рисовал. В 14 лет. А тут какие-то уроки? Не написано ничего? Не написано. Это художественная школа. Я помню, это моя первая работа. Вот наша кухонька. О, шиповник. Вот такой кран. Знаете, для чего это? Чтобы на стены брызги не попадали? Вот, я еще в детстве, помню, помогал этот кораблик клеить. А телефон у нас Тесла. Видите, Тесла. Некоторые, наверное, из вас даже не видели такой телефон. Ой, здесь сделали ремонт. А вот слив. Если нет воды. На пятом этаже часто очень нет воды. О, мама чай несет. Ну все, мы прощаемся. Мама только чай принесла. Вызываем уже машины, будем ехать в Киев. Заехал к умовьям, заехал к родителям. Так что, всем спасибо за просмотр. Ну я же прощаюсь. Спасибо. А мы чай пьем. Мы сейчас пьем 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 пьем. Ты прощалась, а я пьем пьем пьем. Натя, нужно попрощаться, это будет конец видео. Ну давай, попрощаемся. Не для видео. Не для видео, ты просто можешь в камеру помахать. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь... А что это такое? Холодно. Я сушу... Занавецкий сушу. Пальше занавецкий. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Я надеюсь, вам понравился этот влог. Обязательно поставьте этому видео лайк. Мама, ну куда ты пошла? Пока-пока. Всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok